Цон для автовладельцев. Первый в Казахстане специализированный цон открылся в Караганде. Здесь будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать автотранспорт. Открывать центр обслуживания населения приехали высокопоставленные чины. Первыми по цону для автомобилистов прошли министр транспорта и коммуникации Аскаржу Могалеев и министр внутренних дел Калмухамбет Касымов. В спецсон теперь будут съезжаться автомобилисты со всей Караганды, чтобы зарегистрировать автотранспорт или получить водительское удостоверение. Все процедуры будут занимать не больше часа. Процедуры будут занимать очень короткое время. Если водительское удостоверение берем, то, как в презентации тоже вы видели, не более двух часов будет уделено всем процедурам, которые необходимы. С точки зрения государственных номеров процедура будет не превышать час. При этом человеку не нужно будет бегать по нескольким зданиям. Так сказать, все в одном. Сдача экзаменов на знания правил дорожного движения будет проходить тоже здесь. Для этого в ЦОНе оборудован класс для тестирования и построен автоматизированный автодром, который оснащен специальными датчиками и камерами видеонаблюдения. Мы должны смотреть, чтобы водители лишенных прав не могли получить повторные права. Мы должны смотреть, чтобы не получили водительское удостоверение люди, которые страдают психически или наркоманы. Поэтому есть вопросы, которые мы ставим перед решением этих задач. Строительство нового ЦОНа обошлось в 355 миллионов тенге. На эти средства построили и ангар, где будут осматривать автомобили и сверять номера агрегатов. Сделана и парковка с местами для 150 легковых и 10 грузовых автомобилей. Отметим, что это первый специализированный ЦОН в Казахстане. Аналогичные центры до конца года откроются в Астане, Алматы и Актау. К слову, в новом спец ЦОНе уже расположились посты партийного контроля партии Нуратан. Здесь в ЦОНе в первую очередь у нас будет еще и ящик по обращениям, будет регистрация, журнал регистрации. И если есть какие-то, допустим, проблемы, которые возникают у населения, когда они приходят в ЦОН, то здесь с уполномоченным органом, с руководством, с дорожной полицией, здесь сразу на месте решается эта проблема. Вместе с тем права будут по-прежнему выдавать ГАИ. А для жителей Юго-Востока, которые раньше обслуживались в этом центре, через пару месяцев будет построено новое здание. Пока же им придется ездить в другие отделения ЦОНа. Ирина Камышова, Баужан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.